Когда общение нужнее, чем лекарство. Второй год в Саратове работает реабилитационный православный центр для семей с детьми-инвалидами. В одной комнате с ребятами занимаются педагоги, в другой со взрослыми общаются служители церкви. Чему могут научить православного священника родители детей-инвалидов? Смотрите в нашем материале. Приехали дети, машина, стой! Этих ребят в обычные детские сады не принимают. Диагнозы ДЦП, нарушение опорно-двигательного аппарата требуют специального подхода. Его-то и предлагают в православном центре комплексной поддержки семей, воспитывающих детей с нарушениями развития. Шестилетнего Данилу в первый раз маму привела сюда весной. Увидела результат и записала сына на второй цикл занятий. Рисовали, на логарифмике занимались пением, ручки учились в сторону, вверх. Для нас это сложно. Научился, ручки вверх поднимает, хлопает, аплодирует. Сегодня в Саратове более двух тысяч семей воспитывают детей с особенностями развития. Их родители жаждут общаться. Так и родилась идея встреч на неформальной территории. Пока православный центр разместили в бывшем детском саду «Лотос» в Октябрьском ущелье. Мебель, оборудование, зарплата педагогов и тетрады покрывают президентский грант и частные пожертвования. С детьми бесплатно занимается логопед, дефектолог, нейропсихолог. По словам организаторов, за два года существования центр оказал комплексную поддержку примерно 70 семьям. Родители еще общаются между собой и происходит обмен опытом. То, как правильно можно решить ту или иную проблему. Медицинскую, социальную, культурную, укрепление семьи. Общаясь с ними, я и для себя много чему научился. Вот этой внутренней дисциплине, вот этой уверенности, дерзновения, ни боязни, ничего. Разговоры по душам с православным священником за чаем стали традицией. Здесь уверяют, что принимают всех без исключения. В православный центр ходит даже мусульманская семья. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.